Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами готовить суши. Я вам расскажу про стоимость изготовленных мною суши. Для этого мы будем использовать вот такую вот пленку для закручивания. Это обычная пленка для рукавов. Запекание в рукаве стоит она недорого. Стоит она 100-80 рублей зуб по коку. Хватает ее надолго. На нее очень удобно после того, как положили нори, взять и завернуть. Использовать мы будем вот такую вот морскую капусту. Да, это очень дорогая морская капуста. Она получается 140 рублей за такую упаковку. Мы перепробовали разные виды упаковок. Точнее, разные виды. И остановились вот на этой, так как на ней проще всего производить закатку. Они более плотные и меньше рассыпаются, когда мы делаем вот непосредственно вот это вот скручивание. Тут получается около 10 листов. То есть, по сути, это получается упаковки на две стандартные порции суши, как вы обычно заказываете. Использовать мы будем еще дополнительно добавлять суши. Вот вместо сыра, вот такой вот, просто обычную пасту, купленную в Ашане за 50 рублей. Сыр вот такой вот, 140 рублей. Получается, вот такую упаковку будем добавлять. 180 рублей килограмм сейчас. И обычный рис, там 90 рублей упаковка. То есть, по сути, у нас получается разделить среди не 4 порции на суши где-то в районе 3-х труб. Это склеивающий материал. Что касается, чтобы первый начал завернуться, тут не важно проклейка. Но я вот сюда наношу дополнительно еще связующее, так сказать, вещество, которое помогло бы мне лучше склеить ролл, чтобы он у меня меньше расползался, да, то есть наношу для вкусового эффекта, да, и для того, чтобы с кройки вот такого вот масла, горбуши, как он называется, нет, не написано, к сожалению, на упаковке. Выкинул я в верхнюю упаковку. Можете наносить больше, меньше, кому как нравится. Вот так вот наносим. Так, нанесли. Дальше я укладываю рис. Тут кто, кому, сколько удобно, не жалко. Укладываем. И разравниваем аккуратненько. Вот так вот. Чем тоньше сделаете, тем меньше у вас получится по объему роллы. Для того, чтобы получить довольно большой такой объем, надо положить где-то около трех ложек на такой лист. И вам его хватит, чтобы сделать довольно красиво. Вот так вот. Я разровнял рис сейчас. Вместе с... Сейчас мы сделаем начинку. В этот ролл будет у нас дополнительно с огурцом. Для этого тоненько нарезаем огуречек. После того, как нарезали, мы делаем из него дополнительно соломку. Делать можно как соломку, так и можно делать квадратики. Я сначала делал кругляшками. Оказалось очень неудобно, когда кушаешь, он вываливается. Но я потом делал соломкой. Тоже неудобно резать, вываливается. И сейчас я нарезаю маленькими квадратиками, что очень хорошо чувствуется. Но не так сильно чувствуется, когда они в столь большом варианте. Вот буквально шести ломтиков у нас хватает на одну порцию. Вот так вот. Теперь также распределяем равномерно. Так как у нас огурцы в основном состоят из воды, лучше, чтобы они не контактировали с нори, так как они расползаются от этого. Взаимодействие с водой. Теперь, когда мы начинаем закручивать, это самая важная, самая аккуратная процедура. Нам нужно из первой аккуратненько сделать трубочку. И завернуть ее максимально тонко. И потом уже под давлением мы закручиваем ролл. Теперь мы его формируем и прижимаем. К сожалению, это получается не очень аккуратно, так как если бы мы использовали хорошую, профессиональную для закрутки, бамбуковую, да, это было бы, давление было бы более равномерное, это было бы красиво. Но мы за красотой не гонимся. Мы делаем для себя хорошие... Из подручных средств. Из подручных средств делаем для себя хорошие, красивые роллы. Вот такой вот получился у нас ролл. Теперь мы берем сразу тарелочку, куда будем аккуратненько выкладывать это все. Отрезаем потихонечку ту часть, которая у нас некрасивая. Проверяем, чтобы у нас прорезался, прорезался, нори прорезалось. И аккуратненько уже режем по толщине, какой вам удобней. Ну, какой вы привыкли кушать. Можно тоньше, можно толще. Чем лучше у вас слипается рис, тем получается у вас можно тоньше нарезать роллы. Если вот, например, как у меня рис сегодня получился, он довольно не дает слишком тонко резать. Вчерашний рис, который я варил, он у меня больше слипался. С ним прям можно было сделать тоненькие роллы. Ну, вот видно, что более тоненький образец. У меня, к сожалению, не совсем красивой формы получился, так как очень плохо держится между собой, склеивается ролл, точнее рис. Вот так вот получается у нас. Вот такие вот маленькие хвостики некрасивые мы отдаем нашему оператору, чтобы наш оператор порадовал. Мы подготовили уже под дополнительные наполнительные. Другой будем добавлять. Сейчас мы сушим у нас сыр. Сокурсом будет. Сыр я вот такой вот приобрел. Я его не рекламирую, но рекомендую, потому что очень вкусный сыр. И в последнее время мы покупаем масло и сыр этой фирмы. Я надеюсь, и в дальнейшем вы меня слышите и не будете меня разочаровывать. Я буду хороший продукт получать за немалые деньги. Вот так вот нарезаем сыр. Еще добавим? О, мой оператор. Думаю, нормально уже. Давай. А серединку? Не на серединочку, а вот сюда вот такая вот такая вот, а сюда вот тоненьше еще не добавим. Чтобы было побольше и повкуснее. Мы же делаем все-таки для себя. Конечно. Также мы воспользуемся вот таким способом нарезки, так как мой оператор очень сильно настаивал, чтобы в следующих рот у меня была соломка. А я очень не хотел резать весь огурец соломочкой, поэтому мы сделаем вот так вот. Не надо тоненьше. Как пенек. Тоньше мы делаем для того, чтобы он меньше чувствовал с огурецом. Все-таки, когда вы, например, кашу едите с комочками, все же помнят, с детского сада кашу с комочками и вроде вкусно ешь, а потом... Это комочек, когда попадается несваренный. А также, я считаю, и с... Да тут вообще они близко, пример, с кашей и с огурцовым. Ну, кто любит большие комочки? Давайте голосуем в комментариях под это, кому нравятся комочки, кому не нравятся комочки, кто готов есть кашу с комочками. Добротная начинка была. Да. На этот раз. Теперь... Заворачивай. Самое сложное, все это красиво... Вот, все-таки много положил огурца. Я, как говорил, и говорю, что самое сложное теперь все это красиво завернуть, чтобы это все у нас очень красиво смотрелось и было приятно потом все это кушать. Вот он готов, наш ролл. Сейчас мы проводим ту же операцию, которую мы проводили до этого. Вот с этим роллом, а именно... Нарезка. Нарезка. Так, если вы его хорошо слепили, он у вас не разваливается, держится вот так вот легко в руках. Видите, он держится прямую, нори его держит. И теперь мы начинаем его резать, чтобы красиво уложить. По традиции мы даем оператору попробовать самую некрасивую часть. Оставшиеся мы нарезаем и укладываем на тарелочку, в которой будем подавать роллы. В кухню победу. Что у нас в кухне? Ужин. Уже ужин, да? Будем подавать. В кухню победу. Я, к сожалению, не профессиональный повар. Приготовлю тарелку. Но, может быть, в следующий раз я поэкспериментирую и покажу, как готовить еще жареные роллы. Кстати, мне очень нравится и жареные, и запеченные роллы. Может быть, мы с вами тренируемся изготовлять даже их. Вот так вот у нас получается готовить роллы. Как они красиво выглядят. И сейчас мы будем с вами закатывать уже следующий ролл. Делаем следующий ролл. Раскладываем все так же наш рис. От качества риса, кстати, очень много зависит и то, как будет ролл сворачиваться, насколько он хорошо слипнется. Иногда бывают такие рисы очень удобные. Мы как-то покупали один раз рис, с которым мы пытались свернуть роллы. У нас ничего не получился. В момент сворачивания ролла вроде как бы ничего, но он, к сожалению, начинает расплываться. И мы не получаем того, что мы хотели. Он слишком рассыпчатый. Да, слишком рассыпчатый. Да, слишком рассыпчатый. Намазываем одну вкуснейшую полосочку нашего масла. Корки. Теперь нарезаем рис. Ой, какой нарезаем рис. Нарезаем уже наш любимый сыр. Укладываем сыр. И проводим операцию, которую уже сделали с предыдущими роллами. Начинаем их заворачивать. Стараемся завернуть самый первый наиболее плотно. Последующий уже тоже наиболее плотно, но уже с меньшим давлением. формируем нашу колбаску. Нашу ролл. И получаем на выходе вот такую красоту. Сейчас мы будем буалетать и укладывать. Вот так, как я говорил, должен. Если хорошо все получилось, он не держится, ничего не вываливается, все склеилось. так вот нарезаем. Видите, видите, вот этот строу больше чисто риса. он очень хорошо слипается и позволяет даже резать на довольно тонкие части. Очень, кстати, хочу показать вот в таком ролле, вот где нори не совсем намокла, она плохо прилипает. И если вот она чуть намокнет, она уже лучше прилипает и дает роллу большую, так сказать, цельность. Мы как-то пробовали вымачивать, но иногда очень тяжело готовить с вымоченными роллами, поэтому мы используем нори, не вымачивая ее. И сделаем четвертый, последний лист. Как видите, в среднем лист можно разделить на из ровника красиво нарезать на восемь роллов. У нас тут получилось шесть, тут шесть, тут шесть, тут пять. Но можно ее разделить спокойно, если равномерно делать резок, можно сделать просто мы делаем совсем не маленькие кусочки, мы любим большие кусочки. И выполняем опять стандартную процедуру. Рис. разнообразие в роллы, если делаете самостоятельно роллы. Тоже можете написать про это комментарий под видео. Я хотел бы узнать, что вы еще добавляете для разнообразия в роллы, если делаете самостоятельно, или с чем любите, когда заказываете их уже готовые. Или у кого любите заказывать, я проживаю в городе Тольятти, если есть какая-нибудь знакомая компания, которая делает хорошо, можете написать, я буду рад, попробую, как они делают, может быть, можно чему-то новому у них научиться. В этом мы будем укладывать что? Сыр. заворачиваю в первую, как я говорю, уже максимально плотно добавим немного нашего корки, нашей чудо-пасты, нашей чудо-пасты, нашей корки, кто хочет ее назвать. И скрипалит себе не отрезал, это было бы просто фейл, катастрофа. Звезда в шоке! Слышали? Главный повар сказал, ну все, пошлите. Главный повар устал уже ждать, когда мы закончим готовить суши. Ролы. у нас сейчас поругает, скажет, долго мы готовим непрофессионально. Да, слышали этого маленького профессионального поваренка. последний супер-пупер рол готов. огурцы мы загружаем в нашего оператора. Оператор счастлив? Главный повар тоже счастлив, ржет за кадром. огурец. А, все понятно, главному повару нужен был огурец. Что ж, сразу главный повар не сказал, что отдайте мне ваши жен, детей огурцы. Я думаю, главный повар хотел у нас забрать суши. Или сама готовить стоять, да? Сама приготовить? Нет. Ладно, этот разваливается, не будем его выставлять на такую Хотел весь огурец съесть. Я все огурец хотел съесть. А как же мы готовили бы, если бы главный повар съел бы все огурцы. смешенка пыталась. Вот такая красота у нас получилась. Буквально за 20 минут мы приготовили полноценную порцию роллов, который можно заказать, либо можно сделать самостоятельно. По цене смотрите сами. По тем веществам, по тем материалам, по тем продуктам, ингредиентам, что добавляете, тоже можете выбрать самостоятельно и приготовить такую красоту. Всем приятного аппетита! Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, нажмите на колокольчик, чтобы получать новые видео. До свидания! свидания!